Район Стрелки в Саратове. Это место больше известно своими постоянными пробками и столь же регулярными обещаниями властей построить дорожную развязку. Именно на Стрелке, на улице Дачная, почти 10 лет назад выросло многоэтажное нежилое здание. Ничем не примечательное строение уже несколько раз упоминалось в откровениях Александра Кретова, бывшего зятя новоиспеченного проректора СГУ Марины Алешиной. Недавно об активах высокопоставленного семейства рассказала первая антикоррупционная СМИ. По словам Александра Кретова, нежилое здание площадью более 2000 квадратных метров возвели на участке гаражно-строительного кооператива. Земля под объектом согласно публичной катастроевой карте в частной собственности. В выписке из ЕГРН фигурирует имя Андрея Алешина, супруга Марины Алешиной до недавнего времени главного федерального инспектора Саратовской области. Он указан как правообладатель объекта недвижимости, земельного участка площадью более 700 квадратных метров, кадастровой стоимостью около 5,5 миллионов рублей. В документе также значится гаражно-строительный кооператив «Дачник-1». ГСК «Дачник-1» – это изначально земля оформлялась под эту организацию, это гаражно-строительный кооператив «Дачник-1». Председателем был отец Андрея Викторовича, это Виктор Семенович Алешин. В принципе, до сих пор эта организация действует и приносит свои определенные плоды. Александр Кретов называет себя одним из бывших держателей активов семьи Марины Алешиной. На встречу с нашей съемочной группой он согласился с одним условием – его лица не будет в кадре. Как полагает Александр Кретов, строительство здания на Стрелке – итог семейной договоренности с ректором юридической академии Сергеем Сурововым. Здание еще в 2010 году задумывалось как корпус под колледж СГЮА. Иных вариантов ВУЗ и не рассматривал, считает Александр Кретов. Никаких конкурсных процедур с участием ГСК не было. Кстати, ректор академии Сергей Суровов – давний соратник Марины Алешиной по «Единой России», хороший знакомый влиятельного семейства. Причем настолько близкий, что Саратовская государственная юридическая академия даже делит один рекламный баннер с заведением «Волгостарт». Светодиодный видеоэкран установлен рядом с корпусом ВУЗа на Чернышевского. Юридический колледж СГЮА здесь соседствует с элитным гостинично-развлекательным комплексом на берегу Волги в Усть-Курдюме. «Волгостарт» – еще один из активов Алешинского семейства. Стоит ли удивляться, что именно юридическая академия подставила финансовое плечо Андрею Алешину в истории создания на Стрелке? ГСК никогда не получало деньги по той причине, что не хотели связываться с налоговой, с налоговыми отчислениями. Поэтому была придумана схема. В 2010 году я специально открыл расчетный счет с ИП. И, по сути, у ГСК я брал в аренду данное здание за 100 тысяч рублей. По бумагам было написано 100 тысяч рублей, по факту ничего не передавалось. Потому что, в принципе, это было как-то семейно решено. В дальнейшем я пересдавал в субаренду в Академии права. И сумма уже была 1 миллион 700 тысяч рублей. 1 миллион 700 тысяч в год? В месяц. Договор с юридической академией был долгосрочным? Он всегда заключался на 11 месяцев. И каждый год он пролонгался. В 2013, в январе, по-моему, я помог с ГСК «Дачник-1» переоформить здание на Алешина Андрея Викторовича. Та сумма, она хозяевам уходила? Вам сколько оставалось? Я никакого отношения к деньгам не имел. То есть, в принципе... То есть, получил и отдал? Ну, на счет деньги пришли, его бухгалтеры снимали, там, как-то пользовались, кому-то относили, кто участвовал в этой схеме, поэтому... То есть, вы просто как такой передач? Да, да. 1 миллион 700 в месяц – сумма весьма солидная. С учетом площади здания, то за каждый квадратный метр СГЮ оплатила из государственного бюджета в семейный – более 700 рублей. Вполне неплохо с учетом массы коммерческих предложений на сегодняшнем рынке арендной недвижимости. В Саратове десятки ее владельцев ищут арендаторов на свои квадратные метры, не зная простую формулу успеха – влиятельная супруга, хорошее знакомство и бюджетное финансирование. А в какую сумму сейчас обходится аренда для вузов? В чей карман идут деньги? Выяснить это оказалось делом непростым. Это вам, наверное, не к нам. Это вам все-таки, наверное, нужно корпус на отверстие, не подчеркнув. Мы запрос привезли, Александр Сергеевич. По поводу здания, которое находится на стрелке. А Александр Сергеевич здесь включил? Ну, он директор. Так это здание Саратовского государственной юридической академии. Вам нужно запрос на ректора академии. То есть вы не примете это? Ну, а у нас что? На какое они к этому отношения? В СГИО нас тоже не ждали. Внутрь вуза съемочную группу не пустили. Но запрос на имя ректора Сергея Сурового представитель академии забрал. Общий смысл ответа присланного в редакцию. В здании на стрелке действительно находится юридический колледж. Но академия в соответствии с законом о персональных данных ограничена в передаче информации о своих контрагентах. В свою очередь, вся информация о хозяйственной деятельности академии, в том числе конфиденциальной, хранится у учредителя Министерства науки и высшего образования РФ. Что касается Марины Алешиной, то в СГУ она будет заниматься в том числе и довузовским образованием. Ну, то есть работа практически по семейному профилю. История же с колледжем СГУ позволяет надеяться, что в этой сфере бывший главный федеральный инспектор стала настоящим профи.